МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика в студии Юлия Важенина о главных новостях региона. Маски и перчатки представители общественного контроля проверили соблюдение ограничительных мер на столичном рынке Шупашкар. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Чувашия древняя и вечно молодая". В Чубаксарах презентовали книгу, посвященную столетию образования автономии. Мы вместе на сайте столичного дворца детского и юношеского творчества открылась выставка. Еще три пациента с коронавирусом скончались. 73 новых заболевших ковид-19 выявлены за сутки в Чувашии. Выписаны 85 человек. Итого в республике с начала эпидсезона зарегистрированы 4259 заболевших коронавирусом. Больше половины из них, 2346, выздоровели, сообщает Федеральный информцентр. В том числе 85 человек выписаны и сняты с медицинского наблюдения за последние 24 часа. По официальным данным, ковид-19 унес жизни 21 жителей Чувашии. Индекс распространения коронавируса в республике сегодня составляет 0,98. В Чувашии увеличено количество лабораторий и объемы тестирования на ковид и антитела. Это позволяет практически за сутки получать результаты и нет необходимости дожидаться их в больнице 7 дней. Благодаря этому увеличилось количество свободных койко-мест. Жители столицы республики сообщили в народный контроль о нарушениях ограничительных мер на рынке Шупашкар. Как выполняется предписание Уврия главы Чувашии, проверили депутаты городского собрания. Особые требования к работе торговых сетей уже ни у кого не вызывают удивления и раздражения. Ситуация обязывает. Средства защиты по обе стороны прилавка, при входе коврики с антисептической пропиткой, плюс к этому соблюдение дистанции. И администрация объекта торговли обязана за этим следить. Здесь разметочки мы дистанционные, тоже не видим, полтора метра. Я зашел первый раз и не вижу, как дистанцию мне выдержат полтора метра. Она должна нанесена, половая разметка на полу должна быть. Хорошо, исправим, исправим, извините. Держать дистанцию желательно. Знаю, перчатки, маску обязательно. За прилавком практически все в масках, но некоторые носят их на подбородке. Другие более ответственны и требуют того же от своих покупателей. У покупателей обязательно должно быть наличие маски, перчатки. И они обрабатывают все здесь средствами. Даже при отсутствии таковых у меня имеются маски и перчатки для всех покупателей. А вы их бесплатно прямо даете? Да. Я обеспечиваю имя каждого покупателя, каждого клиента. Следующей точкой проверки стал сетевой магазин. Комиссия заметила, что дистанционные разметки имеются только возле кассы. И этого недостаточно. Масочки есть у нас и в запасе есть, и антисептики есть, и обрабатываем. Разметочки есть у нас на кассе. По территории нету. Возле кассы есть, а так предупреждаем. И только соблюдение всех требований – залог безопасности. Желательно, чтобы все соблюдали правила. То есть ходили в масках везде более-менее. Если без этого, то, наверное, будет сложно. Будь то розничная торговля или сетевые гипермаркеты – требования едины. И соблюдать их нужно неукоснительно. Масочный режим в целом соблюдается. Продавцы это все контролируют. Значит, везде висит объявление о том, что товар не будет продаваться без масок. В любом входе розничной торговли должна быть антисептическая жидкость. На входе, на выходе с той стороны антисептическая жидкость имеется. Предупреждение о том, что без масок люди, которые посещают тот или иной торговый параллельон, не обслуживаются. Тоже имеется. Но вот с разметкой совсем дела плохо обстоят. Нет антисептических ковриков. Итог проверки – несколько нарушений. Но в соблюдении ограничительных мер мелочей не бывает. Обо всех выявленных замечаниях сделаем соответствующее письмо, соответственно, обращение в Роспотребнадзор, для того, чтобы принять к администрации этого рынка соответствующие меры. Наталья Мальчикова, Николай Скворцов, Республика. О перспективах развития агропромышленного комплекса говорили сегодня на совещании в Чувашской сельскохозяйственной академии. Сегодня 8 из 12 национальных проектов касаются отрасли. Интенсивное развитие животноводства, модернизация оборудования, использование новых технологий выращивания. А еще выверенная кадровая политика и создание перерабатывающих производств. Вот что, по мнению экспертов, выведет сельское хозяйство на новый уровень. Говорили и о государственной поддержке, льготах и субсидиях. На совещании обсудили основные разделы стратегии развития. Там же состоялись презентации лучших хозяйств. В Чубаксарах впервые состоялось заседание научно-методического совета архивных учреждений ПФО в режиме видеоконференцсвязи. Государственный архивный фонд Чувашия насчитывает свыше 2 миллионов 700 тысяч единиц хранения. Это уникальное достояние культурное наследие, которое нужно не только сохранять, но и широко использовать, чтобы жители Чувашия гордились своим прошлым, отметил в Рео главы республики. Очень важно создавать центры архивно-документальных материалов, которые бы рассказывали правду, фиксировали бы и давали возможность узнавать людям те героические моменты, которые совершались людьми, советским солдатам, людьми, которые работали в тылу, и в этой связи очень важна вот вся та работа, которую вы делаете. Руководитель региона также акцентировал внимание на необходимость повышать материально-техническую базу имеющихся учреждений хранения. Так, на целевые субсидии из-за республиканского бюджета архивисты смогли обновить специализированные программные обеспечения, благодаря чему теперь все госархивы республики подключены к единой базе данных. Так создается уникальный фонд оцифрованных документальных источников. Добрые слова хочется сказать архивистам Чувашии. Это коллектив высококвалифицированных специалистов, обеспечивающих сохранность документального наследия Родного края, формирование архивов современными документами, активно использующих документальные богатства на благо государства и общества. Сегодня документы госархивов республики часто используются при подготовке монографии, сборников, публикации на краеведческую тему. Наталья Мальчикова, Маргарита Мельникова, Андрей Спиридонов, Республика. 24 июня состоится заседание Высшего экономического совета. Члены правительства, эксперты, руководители крупных предприятий, финансисты обсудят индивидуальную программу социально-экономического развития Чувашии на ближайшие пять лет. Очень важно обсудить этот документ всесторонне. И хотел бы, чтобы максимум наших жителей республики приняли участие в обсуждении этого проекта программы, потому что очень важно учесть мнение жителей республики, мнение наших экспертов. И дальше можно было бы, опираясь в том числе на мнение наших граждан, работать более уверенно и понимать о том, что документ отвечает чаяниям жителей Чувашской республики. В этом году в Чубаксарах благоустроят 35 городских площадок в рамках программы формирования современной городской среды. Специальная комиссия мониторит ход работ. На ремонт дворов, проездов, тротуаров, строительство новых пешеходных дорожек и парковок, обустройство детских и спортивных площадок, из республиканского бюджета выделена беспрецедентная сумма – 318 миллионов рублей. Обновят дворовые территории в каждом районе столицы. Представители общественных объединений, некоммерческих организаций и сами жители города тщательно инспектируют ход проектов. В основном мы видим то, что не видят заказчик и подрядчик. То есть обычный глаз обычного горожанина. То есть пришел, посмотрел, увидел, сообщил, где там трещина, асфальт неровный. Опыт у меня, конечно, уже есть. Подсказать, улучшить что-то, если они не заметят заказчик-подрядчик. Мы точно заметим. Но сделаем так, что будет все исправлено. В целом контроль двухуровневый. Кроме общественной комиссии за работой заказчиков и подрядчиков следят и председатели Советов домов, на территории которых реализуются проекты. Они в первую очередь заинтересованы в качественном проведении работы. Они участвовали в принятии решения о включении этих проектов в программу. То есть они согласовывали, какие виды малых архитектурных форм будут в составе проекта. Какие спортивные площадки, какие элементы благоустройства будут. Поэтому они будут тоже участвовать в общественном контроле. Татьяна Трофимова, Юрий Марков, Республика. Посевные работы в Республике подходят к концу. В Чувашии посажено 850 гектаров овощей. Это 85% от первоначального плана. Овощи крестьянско-фермерского хозяйства Ольги Григорьевой из Ядренского района поставляют в республиканские школы и садики, а также в крупные московские магазины. Сейчас хозяйство посадили 60 гектаров поздних сортов капусты. В ближайшие дни планируют завершить работы. Хозяйство Сонар, которое находится в Урнарском районе, работает с семенами сои. Хоть ее и выращивают более чем в 60 странах, для нашего региона эта культура в новинку. Поэтому нужно защищать ее от вредоносных воздействий. Мы испытываем новую систему защиты от вредителей и болезней совместно с применением инкулянтов на сои. Инкулянты – это биологический препарат, который способствует симбиотическому образованию клубинковых бактерий, которые впоследствии позволяют растению питаться азотом на протяжении всей вегетации. Соя – уникальная культура. Благодаря огромному количеству белка ее широко используют в производстве заменителей мясных и молочных продуктов. Спрос на сою традиционно высокий. В этом году здесь планируют засеять 35 гектаров. И если осенний урожай будет хорошим, то площадь посева увеличат. Чувашия древняя и вечно молодая строчка из стихотворения поэта Петра Хузангая стала названием книги. Она посвящена столетию образования чувашской автономии. В книге отвержена история нашего народа от первых упоминаний в летописях до событий последних лет. История древней и вечно молодой Чувашии – это увлекательнейшее повествование, основанное на архивных документах, воспоминаниях, уникальных фотографиях. В создании книги приняли участие ученые ведущих вузов региона и Государственного исторического архива республики. Евгений Касимов, Федор Козлов, Сергей Кадыбайкин. Ребенок будет узнавать новое, а человек в возрасте будет вспоминать какие-то пережитые им моменты, и сравнивать то, что есть по архивным документам, по фотографиям, по каким-то другим воспоминаниям, с тем, что непосредственно переживал он сам. Книга-альбом выпущена Чувашским книжным издательством тиражом 4000 экземпляров. Текст иллюстрирован фотографиями, документальными и художественными. Главная особенность – это конверты, в которые вложены отлично выполненные копии архивных документов. В этом конверте мы в архивах нашли письмо Изиды Кошкиной. Ей было 9 лет, когда арестовали ее родители, и она пишет письмо к Сталину. Можно взять в руки это письмо, прочитать его. Это настолько трогательно. Вот она пишет. Товарищ Сталин, не покинь меня на произвол судьбы. Мне хочется жить и учиться дальше. Она просит освободить свою мать из заключения. В Рио главы Чувашии Олег Николаев отметил. Это не просто красивая книга и источник получения информации. Это память и возможность прикоснуться к богатому и разнообразному прошлому Чувашской нации. Авторов и руководителей проекта он наградил юбилейными медалями в честь столетия Чувашской республики. Ольга Алексеева, Маргарита Мельникова, Бахтияр Велиев, Республика. Более тысячи детских работ представлены на отчетной выставке «Мы вместе» в столичном дворце детского и юношеского творчества. Все они посвящены столетию Чувашской автономии и 75-летию Великой Победы. В выставке приняли участие более 30 детских объединений. Среди работ национальная вышивка и игрушки, папье-маше, флористика, аппликации из бумаги и ткани, коллажи и многое другое. Многие авторы работ продемонстрировали не только творческие способности, но и хорошее знание национальных традиций и культуры. Вот здесь работа в технике киски, это нагрудное чувашеское украшение, ручная вышивка. Сериал собирается долго, сложно. Вот, смотрите, какого цвета красный лен, он не яркий, он такого теплого, бордового оттенка. В этом году ко Дворцу детского и юношеского творчества присоединились Центр детского творчества Калининского района и Росток Ленинского района. Вот почему экспозиция называется «Мы вместе». Ее цель – выявление и поддержка одаренных детей. Выставка проходит в онлайн-формате. Каждый может ознакомиться с публикациями на сайте или в социальных сетях Дворца детского и юношеского творчества. Евгений Романов, Бахтияр Вериев, Республика. Фестиваль «Битва на Волге» станет ярким музыкальным событием Дня Республики. В конкурсе дистанционно примут участие гармонисты-любители и профессионалы из районов и городов Чувашии. Фестиваль посвящен столетию образования Чувашской Республики и будет проводиться впервые. В репертуар войдут традиционные народные, современные наигрыши, вариации, песни и частушки. Участники конкурса, согласно условиям, до 18 июня должны предоставить видеозапись двух произведений на «Гармоне». Адрес вы видите на экране. Выступление лучших исполнителей можно будет увидеть 24 июня на сайте ДК «Трактора строителей» или на официальной странице Дома дружбы ВКонтакте. Это были новости среды, а я с вами прощаюсь. До завтра. Продолжение следует...